Согласен я, он просто Скотт. А то, что Вальтер Скотт, не верю. Почему Кутузову в Петербурге памятник поставили? Потому что он французам Москву сдал. Привет, меня зовут Лена, и мы сегодня решили прогуляться по Невскому проспекту. У нас уже была экскурсия по Невскому, но после прошлой осталась какая-то недоговоренность, поэтому мы решили пройтись второй раз. Начинаем мы, правда, не с начала Невского проспекта, а с Дворцовой площади, потому что к Невскому проспекту у нас примыкает какое-то количество улиц, достаточно большое, но немногие из них рискуют Невский пересечь. Так вот, одна из таких улиц – это Большая Морская улица, которая у нас начинается здесь. Она такая достаточно странная. За Невским проспектом она длинная достаточно, а вот до Невского маленький кусочек идет. И он какой-то вот как обрубок, что ли. А дело все в том, что изначально здесь, перед Зимним дворцом, была большая лужайка. И с этой стороны, поворачиваемся, и с этой стороны стояли дома. Туда фасадами, а сюда задворками. И уже в начале XIX века все это пространство перекроил Карл Иванович Росси, построил вот это вот огромное здание главного штаба. А до этого здесь проходила улица. Причем она соединялась с Малой Морской, проходила здесь. И далее вот туда шла до Миллионной. И называлась она Луговая Миллионная, поскольку здесь луг, поэтому Луговая Миллионная. И вот уже Карл Росси, он все это переделал. Ну, по сути, это архитектор, который и создавал Санкт-Петербург. Небольшой кусочек Большой Морской, который идет до Невского проспекта, считается, что идет почти по линии Пулковского меридиана. Я напомню, что это нулевой меридиан, который проходит через наш город. И когда вы находитесь на этой улице, то именно здесь можно узнать о наступлении истинного полдня. Истинный полдень у нас сейчас наступает почти в час дня. Там где-то без пяти, в час. Ну и, соответственно, сейчас у нас 12-15, по-моему, я на часа смотрела. Ну и, ну вот, почти ровно моя тень. Я думаю, что через какое-то время она выровняется. Вот она. Мы подходим к Невскому проспекту. И здесь у нас угловое здание с правой стороны. Фирменный магазин фабрики Крупской здесь недавно появился. А вот в 19 веке, Пушкинскую эпоху, здесь находился так называемый английский магазин, который был известен на весь город. И который посещал, например, Александр Сергеевич Пушкин. Ну и еще один человек был постоянным посетителем этого магазина. Это был Николай Павлович, император Николай I. Потому что падчерицей хозяина магазина была очень красивая девушка по имени Лавиния Жадемировская. Она была замужем, ее рано выдали замуж. Не по любви, правда. Но она, соответственно, посещала балы в зимнем борце. И вот на одном из балов к ней подошли и объявили о том, что император заинтересован ею. Но она была замужем, и она императору отказала. В принципе, это было вполне нормально. Но через какое-то время эта Лавиния сбежала из Петербурга с князем Сергеем Трубецким. Выбежала с своего дома, села в карету. По Невскому проспекту они умчались в Тифлис. Все бы ничего. Но дело в том, что, получается, она предпочла какого-то князя, императору. Что было, конечно, обидно. Тем более, кто такой был Сергей Трубецкой. Это был человек, которого в свое время тоже, в общем-то, насильно женили. Он вынужден был жениться на Мусиной-Пушкиной, на фаворитке Николая Первого, которая была на тот момент беременна. То ли она была беременна от самого Трубецкого, то ли, скорее всего, все-таки от императоров. В общем, такой, скажем так, подержанный товар. Он и не женился, когда родилась дочь, он разъехался с женой. И, конечно, это было неприятно императору, что его фаворитка не устроила Трубецкого. А, во-вторых, еще такой был момент. Трубецкой был фаворитом самой императрицы Александры Федоровны. В то время паспортов не было, так же, как и интернета. И куда люди поехали, бог не узнает. Поскольку были задеты личные интересы императора, их все-таки нашли. В то время передвигались люди при помощи так называемых почтовых станций. То есть ехали на лошадях от станции до станции. На станциях обычно останавливались, там лошади отдыхали. Ну, и они тоже, соответственно, таким образом ехали, останавливаясь на каждой станции, пили молоко. У них была определенная внешность, да, то есть вот приметы были внешние. И посланники Николая отправились в трех направлениях, под трем основным основным трактом. И вот в Тифлете их все-таки нашли и доставили в Петербург. Лавинию отправили к мужу, а его отправили в солдаты. Через четыре года император Николай I умер. И возлюбленные воссоединились все-таки. Правда, ненадолго, через два года Трубецкой умер. И эта история, она достаточно такая любопытная, интересная, очень романтичная. И она послужила основой для романа Булатар Куджавы «Путешествие дилетантов». Собственно говоря, то, как искали этих возлюбленных, я сейчас рассказываю именно по сюжету романа. Он очень интересный и основан на письмах, воспоминаниях и так далее. Еще одна очень любопытная история произошла в здании напротив. Адрес этого дома, где английский магазин, получается, Невский 16, а вот напротив Невский 13. Желтый дом, тоже угловой, написание с большой морской. Это дом, в котором, во-первых, Данзас покупал дуэльные пистолеты для дуэли Пушкина и Дантеса. А во-вторых, этот же дом связан с другой дуэли, очень интересный, которая вошла в историю как четверная дуэль. В 1817 году здесь жил Александр Сергеевич Грибоедов и своего друга Заводовского. Это были молодые люди. Грибоедов был начинающим писателем, драматургом. И отправился он за балериной Авдотьей Истоминой и привез ее на чай к Заводовскому. Чай они пили два дня. У Истоминой был жених. В тот момент он был в отъезде, но когда приехал, выяснил вот эту всю ситуацию и, конечно, вызвал Заводовского на дуэль. И поскольку он был достаточно сильно разъярен, то условия дуэли были очень жесткими. Дуэлянты стрелялись с шести шагов. Кроме того, стрелялись не только сами дуэлянты, но и их секунданты. То есть Грибоедов, с одной стороны, и Якубович. Дуэль закончилась печально. Шереметьев, возлюбленный Истоминой, погиб. И секунданты стреляться не стали. Уже через год в Тифлисе, когда Грибоедов направлялся в Персию, он встретил там по пути Якубович, не хотел продолжать дуэль, потому что на самом деле она очень сильно повлияла на всю его жизнь. Из-за него, по сути, умер человек. Но все-таки дуэль продолжили. И Грибоедов выстрелил в воздух, а Якубович попал ему в мизинец на левой руке. По этой самой ране, спустя 10 лет, тело Грибоедова в Персии было опознано. Соседний дом, Невский 11, его адрес, он вошел в историю благодаря тому, что в годы блокады здесь находился так называемый генеральский магазин. Там можно было купить любые продукты. Я напомню, что шла блокада, но там продавалось все что угодно, но, естественно, только для избранных. А еще один дом, связанный с блокадой, находится прямо напротив него. Мы сейчас дорогу перейдем и посмотрим. Дом номер 14, который обычно известен в связи с тем, что именно здесь находится знаменитая блокадная табличка. Но я сегодня хочу рассказать о том, что здесь происходило до того момента, как появилось именно это здание. Это вообще школа. После революции была построена. А вот до революции здесь был жилой дом, здесь были квартиры, и в одной из них как-то в конце 19 века произошел первый в России политический сеанс. Здесь жила семья таких прибытковых. И как-то раз они услышали странные звуки. И им кто-то посоветовал, что может быть это какой-то дух пытается выйти на связь. И вот они устроили как раз политический сеанс и с помощью такой специальной морзянки вышли на связь с духом. Оказалось, что с ними хотел связаться слуга отца хозяина квартиры. Ну и после этого они достаточно регулярно стали устраивать такие спиритические сеансы, только уже разговаривали не со слугами, а пытались вызвать, например, дух Наполеона или Пушкина, Лермонтова и других товарищей. Соседний дом тоже более новый. Дом 14, следующий дом 12. Он у нас вошел в историю как магазин под таким народным названием «Смерть мужьям» или «Смерть мужьям, тюрьма любовникам». Здесь был магазин готовой женской одежды, которую в народе так и называли. А до этого тоже находился дом еще в 19 веке, где состоялся разговор Пушкина с Милорадовичем. На последнем этаже жил генерал-губернатор города, Милорадович, герой войны. И вот здесь состоялся их разговор. Пушкина на тот момент грозила ссылка за его стихи, но Милорадович вступился за поэта, в результате чего его отправили все-таки не в Сибирь или не на какую-то войну, а отправили его в Крым. Ну и, в общем-то, годы ссылки таким образом стали лучшими годами в жизни Пушкина. Мы же далее направляемся все-таки в другую сторону, по Невскому проспекту. Хотелось бы еще раз показать вот это розового цвета здание. Невский, 15 его адрес. Очень сложная у него история. Здесь в свое время жил и Спиранский, и Кваренге. До того момента, как построили сам вот этот дом, здесь Фалькан и работал над созданием медного всадника. В общем-то, сложно действительно все рассказать сразу. Но с конца 19 века этим домом владели купцы Елисеевы. И, как говорят, когда они покидали Россию в 1917 году, они оставили свое серебро. Где-то в стенах его спрятали. И после революции здесь был открыт, так называемый, диск. Дом из птиц. Там была устроена коммуна от писателей и поэтов. И поскольку время было голодное, тяжелое, 1919 год, то эти писатели-поэты начали простукивать стены в поисках того знаменитого серебра. Что касается купцов Елисеевых. Начиналась их история с того, что их предок, Петр Елисеевич, крепостной крестьянин, приехал в Петербург и открыл здесь свою лавку, где торговал колониальными товарами. Так вот, эта лавка находилась как раз в этом доме. Это дом Котомина. Через 6 лет, в 1819 году, он перешел в сословие купечества. То есть стал купцом третьей гильдии. Что интересно, хозяин этого дома, Котомин, он тоже был родом из крепостных крестьян. Кстати, из той же Ярославской губернии, что и Елисеев. И здесь же, в этом доме, в 1820-е годы, жил знаменитый критик и журналист Фаддей Булгарин, который был потомком одного из подвижников, лжедмитрия I. Также служил в свое время в Уланском полку Константина Павловича. И его товарищи при его вспоминали, что обычно, когда наклевывалось какое-то сражение, он старался напроситься в дежурные по конюшне. Затем был капитаном Наполеоновской гвардии. И в 1812 году, во время войны Франции с Россией, он воевал, получается, на стороне Франции против России. При всем, при том, уже позже, в 20-е годы 19-го века, вместе с Гречим, он выпускал журнал «Сын Отечества». В 1825 году, во время восстания декабря, он был на Сенатской площади среди толпы и кричал «Конституцию!». Но при этом всем было известно, что он был тайным агентом охранки. Ну, а как сказал, возможно, Пушкин, правда, доподлинно неизвестно, чьи это стихи, «Все говорят, он Вальтер Скотт, но я поэт, не лицемерю. Согласен я, он просто Скотт. А то, что Вальтер Скотт, не верю». А мы с вами переходим через реку Мойку по Зеленому мосту. Название его связано с тем, что здесь есть несколько цветных мостов именно на Мойке. Вот там чуть дальше, когда-то находился Желтый мост, правда он сейчас и переименован, и перекрашен. С противоположной стороны есть также Красный мост и еще дальше Синий мост. Цветные мосты появились на Мойке в связи с тем, что так людям было проще ориентироваться. Ведь адресов в нашем понимании в 18-19 веках не было. Например, Пушкин жил по адресу не Мойка 12, а дом Княгини Волконской возле Конюшного моста. То есть называли дом по фамилии владельца и по ближайшему мосту. А поскольку многие люди были неграмотны, и прочитать название моста часто не могли, то вот достаточно просто было определиться. Мост зеленого цвета, значит он зеленый. Красного цвета, значит явно красный и так далее. Затем с конца 18 века этот мост у нас также назывался полицейским, потому что рядом жил генерал-полицмейстер Петербурга. Это розовый дом, опять же дом Чечерина. Чечерин это полицмейстер. Но в советское время мост назван был народным. И уже только в самом конце 20 века его опять переименовали в зеленый мост. Кстати, самый первый чугунный мост в городе. Далее за мойкой у нас находится Строгановский дворец, один из старейших дворцов Петербурга, построенный в середине 18 века и, как говорят, построен всего лишь за полтора месяца. Территория эта была приобретена для графа Сергея Григорьевича Строганова. И его сын в тот момент был в отъезде за границей. Отец и сын переписывались, и вот из этой как раз переписки становится понятно, что всего полтора месяца понадобилось на строительство. Потому что оно началось, затем произошел пожар, и через полтора месяца после этого пожара он сообщает сыну, что уже справили новоселье. Хотя на самом деле в наше время доказано, что сроки несколько были побольше, где-то около года заняло строительство дворца. Напротив у нас находится здание голландской церкви вместе с жилыми домами. То есть это единый такой объем. Один из самых литературных домов Петербурга. Потому что здесь всегда находились либо какие-то книжные лапки, библиотека. Сейчас вот здесь находится библиотека. Здесь правда кафе, но библиотека здесь тоже есть. А в свое время здесь при Пушкине находилась издательство Белизара. И именно здесь Берлинский познакомился с Некрасовым. А далее мы переходим через улицу Большую Конюшеную. Рядышком у нас находятся две старейшие улицы Петербурга. Две Конюшеные улицы. Ведут они к бывшему Конюшеному ведомству. Отсюда, собственно говоря, и название. Мы сейчас отправляемся как раз на Малую Конюшеную. Немножечко так свернем с Невского. Что касается нумерации домов. Я говорила о том, что раньше не было ее в первой половине XIX века. Даже еще не было. И поэтому большая проблема была у почтальонов, которым приходилось ходить и расспрашивать. То есть искать адресата. Но в середине XIX века при графе Стенбокфер-Море как раз была введена нумерация. И сделано было таким образом. Вот мы идем от начала Невского. Там у нас осталось Адмиралтейство. И левая сторона у нас была сделана нечетная, а правая наоборот четная. Затем эту нумерацию, эту систему нумерации переняли у Петербурга все другие города России. А в Петербурге поменяли, сделали наоборот. То есть это четная, та нечетная. И таким образом получилось, что в Петербурге была одна система, а в других городах другая. Вот, например, у Москвы система другая. Но по остальным городам надо смотреть и сравнивать. Везде по-разному. Например, по-моему, в Омске, как у нас. Хотя могу ошибаться. Мы же подошли к улице Малой Конюшиной. Эта улица достаточно короткая. Поэтому я сделала пешеходной. А на пешеходных улицах обычно в наше время устанавливают памятники. Соответственно, это тоже у нас современный памятник Николаю Васильевичу Гоголю, как написано на постаменте. Но деньги на его создание выделил один известный современный питерский авторитет, который сам внешне был похож на Гоголя. Поэтому здесь как бы два в одном. Вроде и Гоголь, а вроде не совсем. Перешли Невский проспект и подошли к Казанскому собору. Это единственный на Невском православный храм. Построен в 1811 году для знаменитой казанской иконы Божьей Матери, которая впервые явилась русскому народу при царе Иване Грозном. Причем ее буквально нашли в земле. Одной девочке во сне явилась Богоматерь, сказала, что нужно пойти туда-то, туда-то и найти эту икону. С первого раза девочка не послушалась. Только лишь с третьей попыткой. Попытки они с мамой пошли и действительно нашли эту икону. Она была небольшая по размерам. И с нее были сделаны несколько списков, то есть копий. И два списка были отправлены в Россию, в Москву. Они уже были больше по размерам, наверное, где-то вот такие. Одна из них была выставлена на Красной площади. И позже была похищена, скорее всего. А вторая оказалась в Кремле. С этой иконой в 1612 году Минино-Пожарские шли на освобождение Москвы. А с 1613 года у нас появляется новый царь из династии Романовых, Михаил Федорович. И эта икона становится фамильной иконой Романовых. Поэтому Петр I, когда основал Санкт-Петербург, он перевез икону сюда. Чуть попозже при Анне Иоанновне. Здесь, где у нас сквер. Там на самом деле летом обычно работают фонтан, но пока еще выключен. В этом сквере была построена небольшая церквушка. Она была деревянная, со шпилем. И стояла боком к Невскому проспекту. Потому что Невский у нас проходит с запада на восток. На востоке должен быть алтарь. Вот она и стояла по канонам православия. Церкушка, кстати, была с историей. Потому что, во-первых, там венчались Екатерина II, будущая, с Петром III. И позже, в день переворота, солдаты присягали Екатерине II на верность. Но к началу XIX века эта церквушка деревянная уже обветшала. И необходимо было ее перестроить. Павел I захотел, чтобы новый собор был похож на собор Святого Петра в Риме. Кстати, наш Казанский действительно похож на собор Святого Петра. Только там колоннада почти замыкает площадь. А у нас она как бы раскрыта к Невскому проспекту. То есть украшает собой именно Невский проспект. Создавался собор по проекту Андрея Воронихина. Это бывший крепостной графа Строганова. Очень талантливый юноша, который с детства любил рисовать. Рисовал на каждом клочке бумаги. То есть везде, где была возможность. И Строганов ему покровительствовал, отправлял его за границу учиться и так далее. И именно ему было поручено строительство собора. Задача перед ним стояла непростая. Опять же, напоминаю, Невский с запада на восток. На востоке должен быть алтарь, но при этом храм должен украшать Невский. Но получалось, что нужно либо одно правило нарушить, либо другое. И в итоге Воронихин решил ситуацию таким образом. Собор стоит боком к Невскому проспекту. Но нам с вами кажется обратное. Если зайти внутрь, то алтарь будет с левой стороны. Если посмотреть на крест, он повернут на восток. То есть крест повернут. Есть вход с запада, как полагается. Но обычные туристы входят с севера. Построен собор из так называемого пудожского камня. Это камень, добываемый под Петербургом, недалеко от Гатчины, в местечке Пудость. Он очень мягкий. При обработке его можно буквально как масло ножом резать. Но потом со временем на воздухе он затвердевает. И второе его свойство – то, что он меняет свой цвет в зависимости от освещения. Пасмурный день – он такой серенький. А когда выглядывает солнышко, он золотистый. Проект Воронихина, к сожалению, был не до конца осуществлен. Потому что с другой стороны собора также должна была быть колоннада. Этот проект не был доделан до конца. Вторая недоделка в том, что возле собора можно увидеть совершенно пустые тумбы, на которых явно что-то должно быть. И здесь были в свое время фигуры архангелов Михаила и Гавриила. Но они были из гипса. Их должны были заменить на бронзовых, но так и не заменили. Те гипсовые фигуры демонтировали, и тумбы до сих пор стоят пустые. Но есть в городе легенда, что архангелы прилетят на свои места, когда в городе появится толковый градоначальник. Ну вот с 1824 года они так и стоят пустыми. Собор был построен в 1811 году. Получается, ровно за год до начала войны с Наполеоном. Началась война, и этот храм постепенно стал памятником победе над Наполеоном. Потому что именно сюда свозились все военные трофеи. Ключи от взятых городов, флаги и так далее. И именно здесь был захоронен Кутузов, умерший в 1813 году. Здесь находится его могила. И здесь же, к 25-летию со дня Бородинской битвы, то есть в 1837 году, были установлены два памятника. Кутузову и с противоположной стороны от храма Барклая де Толле. Про эти памятники у нас есть такие петербуржские и ленинградские шутки. Например, почему Кутузову в Петербурге памятник поставили? Потому что он французам Москву сдал. Ну, не любовь, не любовь у нас между Питером и Москвой. Или, например, Барклая де Толле говорит, у меня живот болит. А Кутузов отвечает, вон аптека, полегчает. Ну и возвращаясь к самой казанской иконы, для которой был построен храм, здесь находится тот самый список, который считается чудотворным. Это единственная святыня в нашем городе, которая официально синодом призвана чудотворной. И говорят, что именно эту икону в советское время в годы блокады выносили из храма и облетали вокруг Ленинграда. И якобы после этого была снята блокада. Сейчас, конечно, очень многие это отрицают, но, мне кажется, в связи с последними событиями можно сказать, что, скорее всего, так оно и было действительно. В советское время Казанский собор был закрыт, икона находилась в князь Владимирском соборе, а здесь был музей истории религии и атеизма. Ну а на противоположной стороне Невска у нас находится одно из самых ярких и красивых зданий. Это дом книги, известный также как дом компании Зингер. Знаменитая германо-американская компания, которая занималась производством и продажей швейных машинок, в том числе в кредит они их продавали. Это была первая компания, которая у нас что-либо продавала в кредит. Были у меня туристы, которые рассказывали, как сто лет назад к ним пришли представители этой компании и предложили купить швейную машинку. На что им, естественно, было отвечено, что, так сказать, денег нет. Они говорят, что 3 копейки в месяц будете платить. То есть все, что хотите, только купите. Также именно они первыми придумали систему трейдпинг. То есть вы приносите свою старую швейную машинку и сдаете ее со скидкой и покупаете новую. Придумано не в наше время, а сто лет тому назад. Для того, чтобы машинки Зингер стали более доступными, также было налажено производство их в Подольске, под Москвой. И, соответственно, на вершине этого здания можно увидеть глобус, который является символом того, что швейные машинки Зингер есть буквально в каждом доме. Также по всей России была развернута широкая сеть по продаже этих машинок. Но когда началась Первая мировая война, их подозревали в шпионаже. Ну, а, как говорится, ничего личного, только бизнес. И захотелось им построить офисное здание здесь, в центре столицы, в центре Невского проспекта. Они хотели построить здание буквально до небес. Но Петербург тогда действительно был в столице. Причем здесь жила монаршая семья. И был строгий строительный регламент. Нельзя было строить здание выше карниза Зимнего дворца. И пришлось им немножечко уменьшить этажность. В итоге здесь не 11 этажей, как планировалось, а всего лишь 7. И если сравнить по карнизу с соседним домом, то они абсолютно одинаковые. Там 5 этажей, здесь 7. Но в законе ничего не говорилось о чердаках, башенках и так далее. Поэтому за счет чердака и башенки здание добрало свою высоту. Действительно является одной из доминант Невского проспекта. Построено оно в стиле модерн. Это стиль начала 20 века. И в этом здании есть все черты модерна. Это, во-первых, асимметричное здание. Огромные окна-витрины. Скульптуры в полный рост. Какие-то кованые детали, растительные орнаменты и так далее. Ну и, конечно же, башенка с глобусом. После революции, конечно, компания Зингер вынуждена была съехать отсюда. Сейчас ее, в принципе, не существует. Но с 1920 года здесь располагается Дом книги. Любимейший наш книжный магазин. И здесь же, на верхних этажах, тогда после революции, размещались различные издательства. В том числе Лендид ГИФ, где работали такие люди, как Корней Иванович Чуковский и Самуил Яковлевич Маршак. А в настоящий момент здесь же, в башенке этого здания, здания находится офис социальной сети ВКонтакте. Напротив, через канал Грибоедова, за нами находится голубого цвета здания, которое обычно все знают, как павильон метро станции Невский проспект. Это сам дом, на самом деле, исторический. Это так называемый дом Энгельгарта. Энгельгард – это был друг Пушкина, который часто здесь устраивал музыкальные вечера, в памяти которых до сих пор здесь находится малый зал Калармонии. Но здесь же проходили маскарады, на которые мог прийти любой человек. Он надевал маску, и можно было творить что хочешь. То есть ты оставался неузнанным при этом. И именно в этом своем качестве этот дом вошел в историю русской литературы. Он описан в маскараде Лермонтова. Ну а что касается павильона метро, выход из метро находится как раз на углу этого здания. И вот это место внутри, обычно у нас в городе известный как Климат. Встретимся на климате, говорят, в Петербурге. Иногда, конечно, не все это знают. Почему климат? То ли потому, что там всегда тепло, дует теплый воздух из метро. То ли потому, что это искаженное название английского города Плимат. А мы продолжаем нашу прогулку. Сейчас перейдем через Невский проспект, мимо католического костела, и пойдем к гостиному двору. Добрались мы до костела. Мы про него, в принципе, уже рассказывали. У нас в описании будет ссылочка на две предыдущие экскурсии. В костеле, как я говорила, захоронен Понятовский, Станислав Август, последний король Польши и один из первых фаворитов Екатерины II, который в свое время был поставлен королем Польши, но через 31 год вынужден был бежать. И бежал он в Россию. Здесь при Павле I ему было дано политическое убежище, но затем он внезапно скончался. От чего скончался, было непонятно. Ну, возможно, что его отравили. И этот же костел у нас, в общем-то, связан с Пушкиным, потому что здесь Дантес венчался с Екатериной Гончаровой. И таким образом был сделан такой вот шажок на пути к дуэли Пушкина. Пошли мы до гостиного двора. Здесь такое сосредоточение было жизни Петербурга в 18-19 веках. Сам гостиный двор был построен в самом конце 18 века по проекту Valen de la Motta в стиле классицизма. И имеет форму такого неправильного четырехугольника, даже, лучше сказать, трапеции. Внутри есть внутренний двор. Состоял он из таких вот, состоял, вернее, раньше из таких небольших лавочек. Вот где мы видим арочки, каждая арочка была входом в лавочку. И точно таким же образом строились все торговые какие-то площадки, гостиной, дворы в то время. Причем у каждой стороны гостиного двора была своя специализация. Например, на Невском проспекте торговали парфюмерией и книгами. Со стороны перинных рядов, дорогими тканями. Далее, противоположная, дальняя сторона занималась торговлей предметов дамского туалета. А была еще зеркальная сторона, которая выходит сейчас на Садовую. Там, соответственно, продавали зеркала. Здесь же много, множество других магазинов. Мы сейчас мимо них пройдемся. И здесь же у нас и рестораны, и гостиницы. Гостиница Европа или Европейская. Одна из самых тишинебельных гостиниц Петербурга. Пять звезд. Здесь останавливаются, конечно, в основном иностранцы. Но если сейчас он называется Европой, то в XIX веке она носила другое название. И даже одновременно два названия. Клея и Россия, что характерно. Сейчас Европа раньше Россия. И в этой гостинице в разные времена останавливались многие известнейшие люди. И Чайковский, и Айвазовский, и Маяковский. И здесь бывали музыканты могучей кучки, потому что напротив, рядышком, находится большой зал филармонии. Они часто заходили сюда, в эту гостиницу. Ее даже называли средним залом филармонии, потому что рядышком малый, большой, и вот получается средний. Они обычно в ресторане здесь сидели. И здесь же в XIX веке останавливались и многие известные иностранцы. В том числе, например, Льюис Кэрролл, который путешествовал в России, был в Петербурге. И вот по поводу этой гостиницы он высказался так, что в номерах даже не было полотенец и не было воды для умывания утром. Та Фильготье вспоминал об этой гостинице, что ее коридоры похожи на коридоры Лувра. То есть там можно было заблудиться. А вот знаменитый маркиз де Кюстин, который был известен своей, в кавычках, «любовью к России», вообще впервые здесь в своей жизни, наверное, встретился с клопами. Так что, в принципе, наверное, в России до сих пор любой гостинице можно сказать, что это клоповник, и коридоры там путаны. А я напомню, что сейчас это одна из самых вешенебельных гостиниц Петербурга. Далее на нашем пути еще одна церковь – это армянская церковь, которая была построена благодаря Ивану Лазареву. Или Ивану Лазаряну, если быть точнее. Он жил здесь же, у нас на Невском, вот в этом доме, вот табличка. Человек, благодаря которому в России появился алмаз орлов. По одной из версий, он этот алмаз купил в Персии для того, чтобы перевести алмаз 400 карат через границу, вшил его себе в шейку бедро в шил. Но это, конечно, такая легендарная версия. На самом деле он этот алмаз купил у своего дяди за 125 тысяч рублей. И затем начал искать покупателя. И нашел за 400 тысяч рублей этот алмаз был куплен Григорием Орловым в подарок Екатерине, второй на именины. Причем, говорят, Орлов пришел так скромно на именины. Все были с цветами, с подарками. А он говорит, извини, матушка-императрица, вот как-то запамятовала я. У меня единственное, что есть, вот эта вот мелочь. Достает эту коробочку, а там вот этот огромный алмаз. Кстати, история типично русская, потому что здесь, получается, выиграли практически все. Иван Лазарев, который купил за дешево и продал алмаз задорого, выиграл, во-первых, на перепродаже алмаза, во-вторых, ему еще пожизненно платили пенсию и дали дворянское звание. Орлов ни копейки за этот алмаз сам не заплатил. Деньги были выданы Екатериной же как раз из казны. Вот, но при этом Орлов дал алмазу имя. А Екатерина получила то, что она хотела. Большой, красивый алмаз, который еще имел ряд таких необычных свойств, давал власть человеку, который им владел. И она его купила сама, но при этом официально она не потратила на него ни копейки. То есть ему, ей его подарили. Далее за домами армянской церкви у нас находится дом, который известен своей кондитерской. Ее все знают как Север, но она вообще на самом деле дореволюционная. Называлась изначально Централь, затем после революции ее назвали Норд. То есть Север только по-английски, а затем уже название просто-напросто перевели. В свое время люди выстраивались в очередь. Чуть и не с ночи, чтобы купить эти пирожные. Но, честно говоря, сейчас в наше время я бы не стала бы занимать место в этой очереди, потому что, конечно, качество пирожных несколько ухудшилось, как мне кажется. А раньше их увозили как сувениры с собой туристы и так далее. Здесь же, на этом месте, в свое время находилась булочная Андреева, в которую 1 марта 1881 года зашли Перовская, Рысаков и Гриневицкий. Они ждали нужного часа, чтобы уже начать свое мероприятие, предприятие, в общем, теракт устроить на императоров. Но из всех троих, кто здесь тогда оказался, свою порцию пирожных, пирожных смог съесть только Гриневицкий. Он был совершенно в нормальном настроении. Как мы знаем, он в ходе теракта погиб. Все остальные были отправлены в Петропавловскую крепость и позже казнены. Следующее здание. Буквально вплотную стоит Невский 46, его адрес. Здесь, в свое время, на этом месте, кстати, тоже жил Дантес, Екатерина и Геккер. Такая достаточно интересная семейка. Еще ранее здесь проживал наш любимый архитектор Растрелли, Франческо Бартоломео. Но уже позже здание было перестроено. И именно здесь, 6 мая 1896 года, открылся первый в Петербурге кинотеатр. Вот как раз мы видим, что это здание и построено, да, в том стиле, в котором у нас на Невском выстроены и все другие кинотеатры. За два дня до появления кинотеатра в театре «Аквариум» состоялся первый в России кинопоказ. Представлены были фильмы «Братьев Люмьер», такие как «Прибытие поезда» и другие. А следующее здание у нас «Пассаж». Торис тоже имеет отношение к торговле. «Пассаж» – это крытая улица магазинов. То есть вроде как и улицы, и в то же время там можно совершать какие-то покупки. Слово французское. А построен «Пассаж» был по инициативе графа Стенбок Фермора. Как говорят, якобы в том месте, где он в последний раз видел балерину Истомину. Вот это событие ему запомнилось, и в память об Истомине он и велел построить здесь «Пассаж». Переходим под Садовой улицей. Она также пересекает Невский проспект, достаточно длинная. Название связано с тем, что там впереди у нас находится река Фонтанка, вдоль которой обычно выстраивались дворцы. Их фасады смотрели на реку, а уже за ними находились сады и огороды. Они как раз и выходили на улицу Садовая. Угол Садовый и Невского проспекта вошел в историю благодаря тому, что 3 июля 1917 года здесь произошел расстрел мирной демонстрации. И у нас сохранились фотографии этих жертв расстрела, распластанных по Невскому проспекту, потому что рядышком находилась квартира семейства фотографов Буллы. Карл Булла и затем там жили его сыновья Александр и Виктор. Как раз Александр. Возможно, Александр сделал ту знаменитую фотографию. А вообще, если вы, например, купите книгу о Петербурге или посмотрите на фотографии членов императорской семьи, то, возможно, вы будете смотреть как раз-таки на фотографии работы того же, наверное, Карла Буллы. Фотостудия его находилась здесь, рядышком. Вот надпись «Фотосалон». Сюда можно прийти, подняться на четвертый этаж, и там находится маленький музей. Карла Булла, правда, это на самом деле трехэтажная такая студия, трехъярусная студия, где он занимался и фотосъемкой, ну и там же жил. И, собственно говоря, с балкона как раз и были сделаны очень многие исторические снимки. Ну, сейчас музей закрыт, я думаю, а так потом он будет функционировать. Кстати говоря, музей вполне недорогой. Малая садовая также украшена памятниками. Вот он у нас как раз, Карл Булла. Нужно ему потереть в собачке язычок и сфотографироваться, держа фотографа под ручку. Ну, сейчас, к сожалению, мы трогать ничего не будем ради безопасности. Александринский театр Александринский театр – это старейший каменный театр в нашем городе. Недаром в советское время он носил имя Пушкина, потому что Пушкин здесь когда-то бывал, в отличие от того же, например, Мариинского театра. Театр у нас обычно носит имена императриц. В случае с Мариинским театром он носит имя Марии Александровны, супруге Александра Второго, а этот театр назван в честь императрицы Александра Федоровны, супруге Николая Первого. Построен он был по проекту Росси, так же, как и сама вот эта вот площадь, площадь Островского. Так же, как и улица за театром, улица Зодчего Росси и площадь еще за ней. То есть вот целый уголок города здесь создал архитектор. Сам театр так понравился императору, что Николай подарил Росси в пожизненное пользование место. в театре. Но Росси, который привык ко всему подходить с размахом, ему показалось, что просто места в театре ему маловато. Нужно целую ложу. Хорошо, дали ему ложу. Но на старости лет, когда он нуждался, он эту ложу сдавал за деньги. Ему было сделано несколько замечаний от дирекции театра, но тем не менее, ложу он продолжил сдавать. Так же, как иконе Клотта, который постоянно кому-то дарили, Анечка в дворец тоже был вечным подарком. Изначально он был построен Елизаветой Петровной и был подарен ее фавориту Разумовскому. После него дворец пришел к Потемкину. Екатерина ему подарила этот дворец, но он отнесся к нему как-то пренебрежительно, свез сюда библиотеку свою, как бы на дачу ее отвезли, может быть. И затем он продал этот дворец в казну. Я напомню, что ему дворец подарили. А затем он принадлежал Екатерине, младшей сестре Александра I, которая позже вышла замуж, уехала за границу. И дворец пришел к Николаю, будущему Николаю I. И вот уже с этого момента этот дворец начинает передавать по наследству от отца императора к сыну-наследнику. То есть от Николая I он перешел к Александру II, от Александра II к Александру III. Но Николаю II этот дворец передать так и не успели, потому что произошла революция. А напротив Онечкова дворца находится так называемый дом Шарова, который вошел в историю благодаря Лескову, который упомянул аптеку в этом доме. Она находилась здесь до 2005 года, и Лесков ее называет противной аптекой. И потому что там было противно, или она кому-то была противна, а потому что она была напротив Онечкова моста. Ну что ж, весь исторический центр Невского проспекта мы прошли, дошли до реки Фонтанки. Надо сказать, что исторический центр Петербурга до Фонтанки у нас охраняется ЮНЕСКО, а далее за ней уже находятся дома попроще, в основном жилые, доходные дома, гостиницы и так далее. У нас есть еще целых два видео о Невском проспекте. Ну а я вас благодарю за внимание. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»